Франция. Аркашон. Город, расположенный на Атлантическом побережье неподалеку от Бордо. Эту местность называют устричной столицей Европы. Створки этого моллюска-затворника хранят в себе один из самых популярных мировых деликатесов. Программа «Галилео» решила разобраться, как же местным жителям удается доставать сокровища со дна морского и продавать их по всему свету. Доминик, устричных дел мастера. Сегодня он нам поможет узнать, пищат ли устрицы на самом деле. А на самом деле он нам, конечно же, покажет, как эти устрицы выращиваются. Доминик, у него? У него есть. Устрица – это беспозвоночный моллюск, который живет в двухстворчатой раковине, растущей вместе с ним на протяжении всей жизни. Приоткрывая створки, моллюск впускает внутрь морскую воду, с помощью жабр получает из этой воды кислород, а также улавливает простейшие микроорганизмы, которыми и питается. В случае опасности моллюск моментально схлопывает раковину и может держать глухую оборону несколько дней, ни разу не пискнув. Казалось бы, что может быть проще, чем разводить таких неприхотливых моллюсков? Они растут сами. Кормить их не надо, выгуливать не надо. Но это лишь на первый взгляд. Промышленное разведение имеет множество нюансов. Чтобы в них разобраться, команда «Галилео» вместе с Домиником отправилась на устричный салон. Доминик, а что это такое? Пластины покрыты известью. Она идеально подходит для надежного крепления моллюсков. В течение года устрицы подрастают на этих коллекторах. Потом их забирают и привозят на завод. В этой машине мощные струи воды размывают известь, а вращающиеся щетки сметают молодняк. Удивительно, но на первом году жизни молодые устрицы настолько крепки, что с легкостью выдерживают подобную экзекуцию. Вот он, устричный молодняк. Но ему еще рано за свою жизнь опасаться, потому что их съедят только года через два. Умеешь ты, Александр, вселить оптимизм? Поскольку устрицы постарше требуют бережного обращения, для них на заводе есть бассейны с морской водой. Здесь даже имитируются приливы и отливы. Основная деятельность этого цеха – сортировка. За свою недолгую жизнь в неволе, а это где-то 4 года, моллюски проходят 5 сортировок. Первая переборка ждет молодняк сразу после снятия с коллектора. Дело в том, что все особи растут по-разному. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Чтобы старшая группа не обижала младшую, их рассаживают по разным мешкам. Годовалых устриц просеивают через три сита. Вверху остаются самые мелкие, а самые крупные проваливаются вниз. Сотрудники сортируют каждый поток, отбрасывая в сторону открытые раковины с поврежденными моллюсками. Всего существует пять калибров мешков. С размерами ячеек 2, 4, 6, 14 и 18 миллиметров. Мешки сделаны из стальной проволоки. Их основная задача – не допустить к устрицам океанских обитателей, вроде храбов и морских звезд. Сотрудники предприятия предпочитают, чтобы до устриц добирались только банкиры и бизнесменов. И то, сполна оплатив все заботы по выведению этого деликатеса. Итак, устрицы отсортированы, разложены по мешкам, пересчитаны. И теперь им самое время отправляться на ферму, которая находится в океане. Да-да, устрицы выращивают не на заводах, а в открытом море. Завод – лишь перевалочная и сортировочная станция. Отправимся на ферму и мы, чтобы проследить, как моллюсков выпускают на волю. Нет, это явно немой размерчик. Доминик, я пойду босиком. Не нализай. А, и сарапа. Морева? Нет. Начался отлив. Вода отступила, обнажив побережье, обладающее, кстати, не самым приятным запахом. Каждому свое. Кто-то тащит лодку, а кто-то несет обед. Я сегодня кок на этом корабле. Тапки тут явно лишние, потому что они слетают и теряются, и рвутся даже. Придется идти мешком. Ничего, что грязно, главное – полезно. Морская грязь, она лечебная. Вот и устрицы, так думали. Подлив, иначе кораблю ей не подобраться. Так, как скользко. Кто же ходит, есть устрицы? С грязными ногами. Правильно, никто. И мы помоем. Сейчас половина второго. Это самое последнее время, в котором можно выйти из бухты, потому что еще буквально 15 минут, и настолько сильно обмелеет, что даже эта плоскодонка не сможет перемещаться по бассейну. Аркашонский залив, или, как его называют, Аркашонский бассейн, идеально подходит для разведения устриц. В него впадает сразу пять рек. Вода здесь преснее и теплее, нежели в океане. Как раз то, что нужно устрицам для активного размножения и роста. Есть еще один очень благоприятный фактор для разведения деликатесных моллюсков. На выходе из бассейна океанские течения нанесли огромное количество чистейшего песка. Кстати, из него образовалась местная туристическая достопримечательность, 100-метровая дюна и многочисленные песчаные отмели, надежно прикрытые от океанских волн. В этих местах колонии двустворчатых моллюсков обитают с незапамятных времен. Устрицы употребляли в Китае 4 тысячи лет назад. Кушали их в Древней Греции и Риме. А при французском дворе они стали непременным атрибутом любого застолья. Бесконтрольный вылов устриц привел к тому, что к 18 веку они были практически истреблены. По указу Людовика XV был принят закон, ограничивающий промысел этих моллюсков. До сих пор устрищные отмели принадлежат государству. Доминик лишь арендует участки. В 70-х годах прошлого века в Аркашоне работало более 3000 фермеров. Сегодня не более 300. Мелкие наделы объединились в более крупные. Доминик работает на участке площадью около 1 гектара. Специфика работы вынуждает фермера появляться на своем поле почти каждый день. Зато рабочая смена длится всего пару часов, пока идет отлив. Уровень воды опускается настолько, что столы, на которых лежат мешки с устрицами, оказываются на поверхности, и к ним легко подобраться. Для начала нужно разложить по местам привезенные мешки. Несмотря на то, что сильного прибоя здесь не бывает, каждый мешок все равно цепляют ко столу. Ведь приливной волне не объяснишь, что у Доминика это единственная статья дохода. Поняв, что дальше отлынивать от работы не удастся, к процессу решил подключиться и Александр. Вот теперь ему стало понятно, зачем Доминик со своим напарником надели гидрокостюмы. Температура воды в это время года всего 12 градусов. Работа на ферме не отличается разнообразием. В принципе, достаточно лишь вовремя отвозить и привозить с сортировки мешки. А дальше природа все сделает сама. Однако опытный фермер знает, что без ежедневного вмешательства человека урожай будет значительно хуже. Доминик, а можно я подел? Сейчас нам нужно перевернуть этот мешок и отбить. Вот видите, устрица зацепилась. Будем его отбить. Если этого не сделать, то потом устрица прорастет дальше, и ее будет очень тяжело оторвать от мешка. Просто она повредится и ее придется выбрасывать. Да, Доминик, работа у вас непростая. Главное отличие разведения устриц от выращивания домашних животных состоит в том, что здесь не применяются никакие удобрения и комбикормах. Здесь лишь создаются и поддерживаются идеальные условия для роста и размножения. В океане до трех лет доживает лишь 10% устриц, а на фермах более 80%. Однако не всегда жизнь местных моллюсков была такой вольготной. В 1868 году попавшая в шторм у атлантического побережья Франции каботажное судно выбрасывает за борт груз португальских устриц. Объединившись в благоприятных условиях, эти моллюски очень быстро вытеснили исконную жительницу этих мест. Правда, захвачиться продержалось всего 100 лет. В 1967-м две эпидемии устричного вируса уничтожили основные устричные посевы. В 1971 году было принято решение выращивать менее капризных японских устриц. Пока Доминик с помощником обрабатывали мешки с понаехавшими и понаплывшими отовсюду устрицами, на атлантическое побережье Франции пришел прилив. Аркашонский бассейн вновь наполняется водой. Лишь торчащие деревянные шесты указывают, где еще 15 минут назад нежились на солнышке мешки с устрицами. С приходом воды рабочий день Доминика заканчивается, а значит, можно немного перекусить. Обедать пришлось, чем Бог послал. Отведав устриц на ферме, Александр так впечатлился новым вкусом, что по возвращению в город отправился в ресторан за добавкой. Как же едят устриц в лучших домах Парижа и других местных городов? Устрицы подаются перед основными блюдами. Обязательный спутник морепродуктов – охлажденное белое вино. Сами устрицы соседствуют на тарелках с кусками льда. Обязательное условие – моллюск должен быть жив, когда отправляется из раковины к вам в рот. Проверить это легко. При прикосновении вилкой устрица вздрагивает и боится. А вот слушать устриц бесполезно. Пищать они не будут, им просто нечем. Моллюска аккуратно отделяют от раковины, сбрызгивают лимонным соком и наслаждаются его нежным вкусом. Александру осталось повторить ту же процедуру 11 раз, потому что устрицы принято подавать дюжинами. На что-то жалуемся? Ну, знаете, доктор, что-то как-то живот прихватило. Ага. Что-то съели. Да, в общем-то, ничего такого. Ну, устриц немножко. Угу. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное. В раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей. Дети все прячутся. А кухарка берет животное за клешню, а гладет его на тарелку и несет в стол. Взрослые едят его, едят живьем. С глазами, с усами, с лапками. А оно пищит. и старается укусить за губу. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Впрочем, писк во время поедания устриц все-таки слышен. Он возникает непроизвольно, как только приносят черт.